Всем привет! Сегодня поговорим про восклицательный знак. Начнем с того, как мы используем восклицательный знак в русском языке, потом перейдем в особенности применения восклицательного знака в других языках, а потом перейдем к его занимательной, замечательной истории, в которой там тоже будет парочка вещей, которые, я думаю, вам тоже понравится их услышать. Так вот, начнем с того, как мы применяем восклицательный знак в русском языке. В первую очередь мы пишем по стандарту один восклицательный знак. Далее, если вы пишете три восклицательных знака, то это у нас прям дикий вопль. Дикий вопль, либо это же прям такой истеричный какой-то экстаз, там типа это шедевр, да, просто огромнейший крик, огромнейшие эмоции, и поэтому использование такого тройного восклицательного знака в литературе, в прозе, в печатании, на самом деле, оно как бы не, ну, не любят его использовать. Это как бы нехорошо, использовать такое значение, особенно если вы часто этим делом пользуетесь. Вот, поэтому мы стараемся быть более сдержанным, ставим только один восклицательный знак. Но об этом я тоже расскажу чуть более, когда мы дойдем до истории. Далее, сочетание знаков. Сочетание знаков, восклицательного знака с многоточием пишется вот таким вот образом, то есть один восклицательный знак и две точки. Многоточие, она состоит из трех точек, то есть точка под выходным знаком, точка два, точка три. Больше точек нам тут не нужно. С вопросительным знаком у нас сочетание вот такое вот. Дело в том, что вопросительный знак, он по значимости более важный, чем восклицательный знак, и поэтому он всегда идет впереди. И еще есть на сочетание вот такое, оно редко, конечно, используется, но тоже он существует. То есть это сочетание вопросительного знака, восклицательного знака и многоточие. Далее что? Далее очень часто ошибка встречается в русскоязычных переводах, ну, так сказать, не профессиональных любительских переводах. Это когда мы ставим восклицательный знак, потом идет попросительный знак. Мол, типа, в американском языке такое используют, почему мы такое не можем использовать? Вот и дело в том, что в нашем русском языке такое правило не применили к нашему русскому языку. И вот такого символа у нас в русском языке нет. Об этом тоже уже говорила. Такой символ вы можете встретить в шахматах. Есть такая штукенция, как обозначающая различные ходы, оценки ходов в шахматной системе. И если вы поставите сначала восклицательный знак, потом опросительный знак, то это означает, что это ход, заслуживающий внимания. Также восклицательный знак используется как знак в каких-то других сферах. Допустим, в математике часто его используют, в языках программирования он тоже часто используют. В языках программирования он чаще всего означает какое-то отрицание. То есть, допустим, если вы видите какого-то программиста, у которого на футболке написано, допустим, восклицательный знак, потом слово good, хорошо. Это означает, что ему нехорошо. Такая как бы шутка программистов такая небольшая. В английском языке восклицательный знак иногда используется, иногда очень редко, но иногда используется как запятая. Допустим, вот предложение Вот это вот ах, это как бы междометие выражает наши чувства И после него ставится восхитительный знак Но предложение не закончено И поэтому дальше можно писать с маленькой буквы Как обычное предложение Как будто это просто какая-то запятая была В русском языке мы такое предложение Написать вот в таком виде мы не можем У нас такого права нет Мы здесь напишем следующим образом Это утро Это утро Потом ставим ноготочие Как знак какой-то, ой, извините, 4 точки Как знак того, что у нас какое-то там Принание идет Потом идет ах, наше восхищение Потом дальше идет такое прекрасное Такое прекрасное Вот так мы это дело напишем Можно также после этого ах Перед словом такое Поставить ноготочие опять-таки То есть еще как бы дополнительная пауза после аха нашего Но не обязательно Это как бы зависит от ситуации Если вы считаете, что там приемлемо Еще дополнительная пауза после ах То можно поставить Если мы данное предложение Напишем с маленькой буквы То это будет считаться ошибкой Почему? Потому что между ними Это вроде как одно Вот эти вот части Это утро такой прекрасный Это вроде как одно предложение Но между ними Стоит еще мини-предложение Ах Именно поэтому Вот это предложение Нужно предates уже с большой буквы То есть идет реальное прерывание фразы Потом идет ах Новое предложение Потом продолжение того, что мы говорили Да-да, до этого То есть, в данном случае написать нужно именно в таком варианте. Про многоточие я говорить уже не буду, потому что я говорила про это в другом ролике. Так что идём дальше. Далее, тройной последовательный знак в английском языке также считается неприемлемым формальной прозе и письме. Его можно написать, допустим, в каких-то мейстернджах, если вы переписываетесь с друзьями и так далее. Там можете хоть 50 этих знаков написать, но об этом тоже чуть попозже расскажу. Но в официальных письмах, книжках и так далее мы пишем и в английском языке, и в русском только один восхитительный знак, потому что это хорошо. Французский. Французский мы пишем перед восхитительным знаком, добавляем пробел. То же самое, что и с восхитительным знаком. Если вы видели в предыдущем видео, то вы это тоже заметили. Любят французы такие как бы пространства какие-то. Далее, в немецком языке. В немецком языке восхитительный знак также используется в табличках. Допустим, в табличках стоит, где написано запрещено. У нас, допустим, можно написать просто запрещено большими буквами. Это будет достаточно. А в немецком они пишут ферботтен и восхитительный знак еще обязательно поставят. Далее, начало письма. Допустим, guten Tag. Когда, допустим, здравствуйте. Мы, когда пишем письма и пишем после слова здравствуйте восхитительный знак, то это как-то нас настораживает. Типа, что ты хочешь этим здравствуйте сказать? Типа, ты какой-то его напряженный, что ли? В немецком языке такого нет. Если мы поставим восхитительный знак после слова guten Tag, типа здравствуйте, то это как бы нормально считается. Это никакой не крик, это никакое не напряжение. Это самое нормальное, это такая радость какая-то. Ну, короче, восхитительный знак, он придет какую-то радость в данном случае. И ничего такого особенного в нем как бы нет, если вы пишете письмо кому-то. Или, допустим, дорогой мой ганс какой-нибудь. Там тоже можете поставить восхитительный знак. Обычно там ставят запятую, но можно еще и восхитительный знак поставить. Далее еще в немецком языке утвердился знак, так сказать, знак внимания. То есть это знак, когда мы ставим вопросительный знак в скобочках. Секундочку, вопросительный знак в скобочках. Вот такой вот, вот такой вот стукенцию. Что это значит? Дело в том, что вот такой вот знак, он появился уже в эру этих самых электронных писем. И он нужен для того, чтобы показать значение какого-то слова. Почему именно в немецком языке он появился, а в русском нет? Дело в том, что в русском языке, если мы хотим выделить какое-то слово в письме, нашем электронном письме, мы пишем быстренько. Во-первых, для того, чтобы выделить слово в письме, мы чаще всего используем жирный шрифт. Но в мейлах, когда мы пишем электронные письма, у нас как бы есть эти кнопочки, да, там поставить жирный, поставить курсив, подчеркивание, перечеркивание, там дальше можем. И цвет поменять, и размер поменять, и шрифт поменять. Мы все это можем, но чаще всего мы этим не пользуемся, потому что это как бы считаем, что это излишки какие-то, да. То есть можно написать письмо с самым обычным шрифтом, и это будет все прекрасно. То есть русские, когда пытаются выделить какое-то слово, да, допустим, Я хочу вы... Так, секундочку, надо по-русски писать, да. Где у меня русский язык? Русский язык. Так, пишем здесь. Я хочу выделить слово... Потом пишу большими буквами слово... НИЩЕ. Вот так вот, да. То есть я написала слово СЛОНИЩЕ. То есть большими буквами написала, и это уже выделение слова. То есть мне не нужно писать это слово маленькими буквами, да. СЛОНИЩЕ. Потом дальше это слово как-то выделять. Сейчас, секундочку. Выделять, ставить жирным. Потом дальше пишем... Оба-на-та. Дальше пишут снова жирные буквы. То есть с ним нужно это дело выделить, снова жирность убрать. Это как-то слишком много возни какой-то получается. Мы русские, мы пишем вот это просто-напросто. Крупными буквами СЛОНИЩЕ. И нам всё прекрасно. Немцы же, они у нас большие буквы, капслуги вообще не очень любят. Потому что дело в том, что помимо... Они большие буквы заглавные используют не только в начале подложения и для имён собственных, но и для всех-всех-всех существительных. То есть если какое-то слово неосуществительное будет написано с большой буквы, то это будет считаться грамматической ошибкой. То есть допустим мы хотим выделить слово не СЛОНИЩЕ, а допустим СЛОНИЩЕ ТОПАЕТ. Или да, СЛОНИЩЕ ПРЫГАЕТ. То есть мы пишем... Я хочу выделить слово СЛОНИЩЕ ПРЫГАЕТ. Вот, да? То есть я выделил по-русски слово ПРЫГАЕТ вот таким образом. Если я по-немецки данное слово выделю таким вот образом, большими заглавными буквами, то получается, что у меня слово ГЛАГОЛ и ГЛАГОЛ написалось с большой буквы. То есть это уже грамматическая ошибка. И поэтому немцы не любят выделять данные слова именно вот этим вот КАПСЛУКОМ. И для этого они придумали как раз-таки вот этот вот знак восклицания в скобочках. То есть я хочу выделить слово СЛОНИЩЕ ПРЫГАЕТ. Вы представляете? Он ПРЫГАЕТ, да? И вот эти вот восклицательные знаки в конце, точнее, после слова, которое мы хотим выделить, мы, так сказать, показываем своё такое удивление, показываем своё выделение этого самого слова. Вот СЛОНИЩЕ ПРЫГАЕТ, представляете? И дальше продолжаем наше произведение какое-нибудь. То есть немцы, получается, не заморачиваются нажимать вот этот вот жирный текст. Они при этом не ставят... у них при этом нет никакой грамматической ошибки в слове ПРЫГАЕТ, в глаголе. И всё прекрасно выглядит. Ну, красиво, структурировано, слово выделено, всё идеально, всё прекрасно. Вот. Это что касается выделения в немецких языках. В немецком языке. Далее, что? Далее, что? Далее у нас испанский язык. В испанском языке, так же, как и со знаком вопроса, восклицательный знак, он у нас в начале предложения ставится перевёрнутым. Это делается для того, чтобы читатель сразу же знал, с каким выражением читать данное предложение. То есть, если предложение дренющее, то он его начинает и начинает сразу в той интонации, которая нужна. То есть, он сразу знает, что, ага, это предложение восклицательное. Такие вот, например, то, что я люблю тебя. Вот это вот пишется у нас с восклицательным знаком в начале предложения и в конце предложения, чтобы всё было чётко и ясно видно. В армянском языке у нас они тоже, естественно, выделились. Так же, как со спросительным знаком, они решили, что им нужен особый какой-то знак. И вот для знака восклицания они используют такую вот, как бы, ну, какая-то небольшая тинта сверху. Вот. Далее. Далее у нас японский язык. В японском языке, так же, как и восклицательный и вопросительный знак, у нас используется другой уникальный код. То есть, у каждого нашего, у каждого нашего символа есть какой-то код официальный, да, который, так сказать, прописан в нашей программке шрифта. То есть, программка шрифта, она состоит из множества-множества ячеек. У каждой ячейки есть свой кодик, и в каждой ячейке нарисована какая-то закогулинка, да. Так вот, восклицательный знак у японцев и восклицательный знак у русских, да, они у нас имеют два разных символа. Почему? Сейчас еще покажу на наглядном примере. Так, включаем наш японский язычок. Так, пишем. Здравствуйте, восклицательный знак. Дальше пишем Даша, это будет у нас катаканой, потом Дэс. Даша, Дэс и точка, вот. Можем дальше продолжить что-то писать, допустим, ДАКАГА, что-нибудь такого, да. И что у нас получается? В японском языке они не используют знака пробила ни в каком месте. То есть, между восклицательным знаком и началом следующее предложение пробила нет никакого. Но при этом сам символ, он такой, он вот такой вот толстый получается. То есть, как бы у символа восклицательного знака, у него и справа, и слева есть пространство, чтобы в тексте, особенно в большом тексте, мы могли определить, ну, быстренько на глаз определить, где у нас конец предложения находится. То же самое касается и точки, кстати говоря. У них точка, о них тоже тут у меня пробила никакого нет. И это всё один знак. То есть, знак точки, он вот такой, вот такой жирнющий. Здесь у нас стоит точка, а там вот после неё ещё пустое пространство. Когда мы это дело пишем на русском, если будем писать без пробелов, то получится что-то в этом духе. Так, Рада, так, секундочку, если без пробелов. Встречи, восклицательный знак, я, Даша, потом точка и потом какие-нибудь га-га-га идут. Вот так вот. Вот так это будет выглядеть в русском языке. То есть, наш восклицательный знак, он намного уже, чем японский. И точка тоже самое, намного уже, чем японская. Поэтому у них как бы есть отдельные, так сказать, уникальные кодики. И если вдруг у вас будет какой-то язык, который не поддерживает японские символы, допустим, какой-нибудь язык, ну вот, любой. Вот, секундочку. Вот, вот этот вот. То есть, получается... Нет, давайте какую-нибудь другую, чтобы хоть какие-то квадратики были видно. Секундочку. Во, хороший шрифт. То есть, вместо японских символов у нас появляются какие-то квадратики. Получается, что в данном шрифте у нас отсутствуют японские символы. И в том числе отсутствует японский восклицательный знак, и японская точка у нас тоже здесь отсутствует. Это тоже нужно учитывать, когда вы, допустим, будете тайпить в дальнейшем. Ну и переходим, наконец-то, к истории восклицательного знака. Впервые в книжке его использовали в 1553 году в Лондоне. Это была такая церковная книжка, и там присутствовал первый восклицательный знак, который был в официальном, таком печатном письме. Всё остальное его использовали в других версиях, для другого, для какого-то восклицания его использовали. В немецких официальных бумагах он утвердился лишь в 1797 году, то есть первый раз его использовали именно в этом году. А до этого восклицательный знак использовался больше в прозе, в поэзии, чтобы показать своё какое-то восхищение. Допустим, в России Ломоносов, он у нас в 1755 году, он у нас сделал книжку, как сказать, сборник правил русского языка, и в этом сборнике он уже прописал, что есть такой удивительный знак, это вот этот наш нынешний знак восклицания. То есть в то время этот знак показывал, надо сказать, удивление какое-то, удивление, восхищение. Ну, знак был такой, знак восхищения это был. То есть, в принципе, до 1755 года этот знак уже хорошо укоренился в русских поэзиях различных, то есть в русской поэзии, в русской прозе. Во всяких деловых бумажках его практически не использовали. Даже Антон Павлович Чехов, он в книжку, не книжку, а такой небольшой рассказик, он написал в 1885 году, рассказ называется «Восклицательный знак», и там говорится о таком клерке, который 40 лет работал с бумажками, и вдруг он задался вопросом, когда он использует восклицательный знак в своих этих бумажках, когда он вообще использовал. И он там целую ночь уснуть не мог, всё думал об этом восклицательном знаке, и он понял, что за 40 лет работы он ни разу не использовал восклицательный знак. То есть, в деловых бумажках восклицательному знаку места не было совсем. И это, кстати, показывает то, что в немецких официальных бумагах он только в 1800-х годах примерно появился. Также у нас на Западе были многие люди, многие писатели, которые были против этого восклицательного знака. Допустим, американский писатель Фриджеральд Фрэнсис Скотт, он у нас жил в период до Первой мировой войны, недолго до этого времени, он у нас сказал такую фразу, что нужно нам все восклицательные знаки повычеркивать, потому что ставить восклицательный знак – это всё равно, что смеяться над собственной шуткой. Почему он так говорил? Дело в том, что мы, русские, этот восклицательный знак увидели, что европейцы используют это дело в качестве какого-то восхищения, восклицания в своих стихах, в каких-то там прозах и так далее, в своих рассказах. И мы это просто взяли себе, применили себе. То есть, мы только не вникали, что означает восклицательный знак, как он произошёл, и вообще, что это за штучка такая. Ну, просто был как знак восхищения. В это время на Западе американские, немецкие, английские писатели, они знали происхождение вот этого знака, и они понимали, что этот знак означает какой-то возглас. То есть, это было от латинского слова «io», такой возглас, который ставился в конце предложения, когда людям хотелось просто-напросто как-то выделиться, то, что вот типа «ох, о да, что-то там дучит». Ну, короче, немножко пафосно это было, звучало. Это можно сравнить с нынешним «лоу». То есть, если мы про какое-то предложение такое написали, потом пишем «лоу», этот «love out loud», то есть громко-громко смеяться, сокращение «лоу», то это примерно то же самое, что и в то время было написать восклицательный знак. Получается, что вот это «io», его также быстро писали от руки, «o» превратилось быстренько в точку, и «i» стали писать над точкой, и получился наш восклицательный знак. Получается, что если бы мы в то время о «io» придумали этот самый «лоу», то, возможно, бы даже была бы и такая история, что тоже, опять-таки, вручную мы писали этот «лоу», «лоу», «л». Букву «o» нам стало бы в конце концов лень писать такую большую, круглую, мы бы ее поставили бы точкой, это дело превратилось бы вот в такой какой-то символ, возможно, это дело превратилось бы также вот в какой-то такой символ, или даже, может, вот в такой символ. Ну, что-то в этом духе у нас бы был такой знак у нас вместо «лоу». И вот получается, что этот «лоу», да, этот «io», восклицание в конце предложения, это была такая как бы сленговая штукенция, то есть это как бы была какая-то новенькая вещь, которая использовалась больше в простонародии, чем в официальных каких-то письмах или каких-то книжках. И многие писатели были против этого сленгового словечка, и они не хотели вводить его в официальную типографику. В первых печатных машинках, кстати говоря, в исцелительных знаках он отсутствовал. Все потому, что машинки, печатные первые, они создавались для продавцов, для торговцев, и в той сфере, как мы выяснили, восклицательный знак был не нужен совершенно. Цифры 1 там тоже не было, цифру 1 они писали буквкой «л», то есть обычная палочка такая, это у нас цифра 1 тоже была. Но когда у нас за печатной машинке сели наши писатели художественные, они поняли, что писать восклицательный знак им очень и очень неудобно. Они это исхитрялись и делали следующим образом. Они сначала написали, они сначала писали точку, потом они бумажку свою, которая уже с точкой показалась, они ее чуть назад сдвигали, делали чуть повыше ее, чтобы написать над точкой. И над точкой, где они там сверху пытались, это воткнуть еще такой знак разделения, вот такой вертикальную палку, знак разделения. И вот таким образом они, так сказать, рисовали восклицательный знак. Но количество писателей все росло-росло, и в итоге они сказали, что нам нужно, чтобы были печатные машинки, где был бы сразу восклицательный знак. И в итоге такие машинки сделались. Сейчас у нас данная, так сказать, клавиатура, она до сих пор у нас живет с одним восклицательным знаком, и прижилось, так сказать, в наше время, наконец-таки. Так, что касается множественного восклицательного знака, когда мы ставим три восклицательного знака, а то и больше. Считается, что когда мы ставим много восклицательных знаков, то это обесценивает его значение. Так вот, как бы с чего даже начать, честно говоря, не знаю. Вот смотрите, мне сейчас 32 года. Я жила во время, когда у нас не было, так сказать, интернета. Ну, было, конечно, но не у всех. У меня, допустим, не было интернета долго-долго-долго. Не было компьютера, не было телефона и уж тем более смартфона. Тогда вообще такой штуки на себе даже не знаю, что такое будет. И сейчас я живу в такое время, когда у нас всё это есть. У нас есть мы с рейнджером, у нас есть всё-всё-всё-всё. И как бы вот эти две жизни, до и после интернета, я прожила, и я понимаю вот эту проблематику. У нас очень много людей, которые родились в эру до интернета. И вот эти люди, они считают, что писать много восстательных знаков – это правило плохого тона, то есть это нехорошо, некрасиво, это ужасно и это просто возмутительно. Почему так происходит? Дело в том, что вот эти восстательные знаки, он как бы, восстательный знак, он показывает наше какое-то удивление, восхищение, какие-то наши эмоции. И чем больше наши эмоции, чем больше мы реагируем, тем это как бы хочется больше поставить восстательных знаков. Но когда мы писали письма, то есть раньше мы не писали в мессенджерах сообщения быстренькие такие, мы писали письма. Даже я, это когда переехала в Германию, я поначалу писала письмо подружке в Россию, я писала письмо подруге за границу. Я когда писала эти письма, я буквально два письма написала, наверное, но всё равно. Был такой момент. Короче, я садилась писать письмо, я была красивую ручку, я была красивый лист бумажки, и я старалась самым красивым своим почерком писать. Я вообще писала как курица лапой. Вот у меня мой почерк, он ужасен, мой почерк просто ужасен. Но когда я садилась писать письмо, я была баронесса, которая должна была написать красивым почерком, красивое письмо своей восхитительной подруге. За границу отправляла это письмо. И когда я ставила восстательный знак, я пыталась его изящно изобразить. Одна тоненькая полосочка и точечка внизу. Вот что? Чтобы я написала три восстательных знака, это просто каляки какие-то получались бы. Ни за что на свете такое я бы не написала. Плюс ко всему, когда мы пишем письма, то получается мы, вот в данный момент, мы пишем письмо. Мы не в тех эмоциях, когда мы были так вот возмущены сильно, да. Если, допустим, я пишу сообщение, что я была сильно возмущена, да, то я пишу один восхитительный знак. На тот момент, когда я была возмущена, вот когда в реальности это было происходило, там, да, я в тот момент была там так возмущена, что там можно было, допустим, сто восхитительных знаков оставить, и вот это было моё возмущение. А когда я пишу письмо, эти эмоции уже в прошлом остались. И получается, что в письме я ставлю только один высказательный знак. И вот это такая вот мысля, она до сих пор живет во многих людях нашего старшего поколения. И мы диктуем пока что правила для всех этих молодых. И поэтому мы считаем, что это пока что плохой тон писать три высказательных знака. Его можно писать только в тех случаях, когда у нас там идет истерический крик, истерический смех, истерический какой-то экстаз непонятный. Вот там можете писать три высказательных знака. Мы это одобряем, мы взрослые это одобряем, пишите. А когда мы взрослые выберем, тогда вы уже, молодое поколение, будете диктовать свои правила. А пока что терпите наши правила. Сейчас же мы проживаем такую ситуацию, вот это поколение смартфоновское, что наша устная речь, к которой мы до этого общались друг с другом, то есть я сказала фразу, тут же мне пришел по ответу, тут же я еще сказала фразу. Вот такая устная речь, она вся, ну не вся, она очень большая, это ее часть, она перенеслась в наши смартфоны, в наши мессенджеры. Получается, устная речь приобрела письменную форму. И в этой письменной форме мы хотим выразить нашу, вот, сиюминутную, как бы, какую-то эмоцию, да, но не хватало нам каких-то знаков определенных. И мы начали ставить много-много, кстати, на знаков. Допустим, было такое время, когда у нас появились первые-первыхые такие мессенджеры, еще на компьютерах, еще телефонов, смартфонов не было, ну, может, там были, там, единицы какие-то пользовались этими телефоновами, смартфонами. Появились это в интернете, допустим, Аська, ICQ, программка Keep, какая там еще, агент Mail.ru, какие там еще наверняка были, ссылочки, мессенджеры на компьютер появились. И в этих мессенджерах на компьютерах у нас тоже было, ну, получается, что это было, как бы, такое, как бы, общение быстрое довольно-таки. То есть тут же я написала какое-то предложение, и тут же мне мой собеседник, он ответил что-то. Получается, что у нас, допустим, вот прямо сейчас какая-то эмоция, то есть мой собеседник написал мне какую-то шутку, и у меня прям сейчас какая-то эмоция появилась, и мне хочется уже, не как в том письме, да, там, написать один, кстати, знак. Мне уже хочется прям сейчас, вот вся моя, как бы, весь мой смех, хочется его как-то передать в этот самое, в это сообщение. И тогда у нас пошли как раз вот эти вот фразочки, по типу, ха-ха-ха, как смешно, да. То есть если бы она просто написала бы... Сейчас секундочку. Если бы я собеседник просто написала бы ха-ха, вот таким вот образом, и один, кстати, знак, то вот это ха-ха, какое-то жалкое, оно не передавало бы всего моего смеха, который я только что прочувствовала. То есть мне не хватало одного из этого знака. И вот в этот момент у нас люди сделали что? Люди писали вот так. Некоторые даже зажимали, и вот так писали, потом шифт снимали быстрее, чем цифра 1, и получалась вот такая вот какая-то билиберда, да? Можно было потом еще... Потом снова у нас нажался шифт, потом снова шифт отпустился, и вот так вот, вот такая штыкенка у нас появлялась. Вот это у нас показывало, что это был прям супер смех, и мы были очень довольны. Слово Лоу появилось чуть-чуть попозже, а еще чуть попозже появились разные смайлики. Первый смайлик у нас появился буквально, даже ему еще 40 лет нету, то есть он родился, ну, так сказать, родился, да? В 1982 году первый смайлик появился. С тех пор уже прошло довольно много времени, он очень сильно видоизменился, у нас появилась куча-куча таких эмоджей, во всех мессенджерах у нас есть куча этих смайликов, куча наклеечек, которые показывают, которые прям к любой ситуации можно найти какой-то подходящий смайлик. То есть сейчас, когда пишешь какую-то шутку, ну, допустим, кто-то написал мне, что я написала кому-то шутку, и этот собеседник написал мне, допустим, тот же самый ха-ха, и после этого куча-куча воткратных знаков. То есть если я такое сообщение сегодня получу, сегодня, то я призадумаюсь, типа, что он хочет этим сказать. То есть это ха-ха какой-то, с каким-то злым умыслом, что ли, получается? То есть почему он мне ответил именно вот так? То есть можно было спокойненько поставить, если бы он реально смеялся, он мог спокойненько поставить смайлик, который смеётся. То есть зачем ставить вот это непонятно что, да? Начинаешь задумываться, а вдруг там какая-то ирония, либо какая-то злость тоже может там присутствовать, потому что вот такие вот какие-то сложные чувства, смайлики такого типа, у нас ещё пока что в мессенджерах не присутствует. То есть получается, что это не ха-ха обычная, которая прям смеёшься, ха-ха-ха, да? А это именно какой-то такой с подковыркой ха-ха. И начинаешь задумываться, а что это вообще имелось в виду? Именно поэтому, когда мы ставим сейчас, в нынешнее время, если мы ставим куча-куча высотных знаков, то это обесценивает вот это вот значение, которое у нас было совсем недавно. Поэтому ставить много знаков это признак плохого тона, это признак того, что вы как-то возможно агрессивно настроены, либо же это просто признак того, что вы просто-напросто дилетант, и вы не знаете, как пользоваться смайликами. То это как бы и то, и то как бы вас в хорошем свете не ставит. Поэтому пользоваться этими нежелательно. Ну и напоследок покажу ещё парочку примеров знаков, которые пытались вести типографику, но всё-таки как-то это дело не прижилось. Не прижилось почему? Потому что, во-первых, наши клавиатуры, они уже на производство поставленные в миллионами штук и печатают, создают, и добавлять новую кнопочку уже как-то некуда просто-напросто. Не то, что некуда. Можно было бы куда, можно было бы куда-нибудь впихнуть, но уже как-то никому не нужно, в принципе. Мы сейчас в современном обществе обходимся спокойненько нашей клавиатурой. Плюс к этому у нас прибавились смайлики, которые показывают практически любую эмоцию, которую нам хочется показать. Так что, в принципе, новые какие-то восхитные знаки, они как бы не особо-то и нужны. Один восхитный знак, который перечёл на полоску такой, это знак абсолютной уверенности в сказанном. То есть, в принципе, эту штуку можно как-то тоже каким-то смайликом изменить, заменить, точнее, допустим, какой-то там знак вот такой есть, там есть какой-то смайлик, палец вверх, допустим, есть палец вверх, большой палец вверх, есть, допустим, какой-то там человек с моноклим, типа то, что я как самый ученый, да, я это самое, я знаю, что я говорю. Короче, есть несколько смайдиков, которые можно к ситуации подобрать подходящие по смыслу, которые тоже будут означать, что я уверен в том, что я только что сказал. Далее знак акклаймации, это полное одобрение сказанного. То есть это две палки, которые выткнуты в одну, очень похожи на сокращенный лол, да, который я только что недавно разбирала. Он у нас тоже не вписался, потому что гораздо проще написать слово «одобряю» или там «согласна», чем писать какой-то знак, который мало кому известен, да и вообще где его нажать, этот знак. Его нет на нашей клавиатуре. И еще один знак, это у нас вот такой вот крышей, это знак авторитета. В принципе, тоже не прижился, потому что знак авторитета, в принципе, он как бы, ну, обычно, естественно, есть такой знак авторитета, то хочется узнать, кто конкретно авторитет. Сейчас это больше делает такое, больше как цитата ставит, допустим, в кавычках взята какая-то фразочка, и в конце ставится, ну, после этого ставится автор данных слов. То есть автор данных слов, это имя стоит какое-то, и это имя уже считается авторитетным, да. На этом, пожалуй, все. Ставьте, пожалуйста, в своих переводах только один высказанный знак. Если вы все-таки решите поставить три штуки, то сначала поставите вот эту женщину, она очень кратко и четко объясняет, как можно ставить три высказанный знака. Ну, а я на это обращаюсь. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова